Продолжение следует... Продолжение следует... С этой стороны, наверное, с организационных точек зрения это всё. Так что передаю слово Анне Анатольевне. Спасибо. Дарья, спасибо большое. Я приветствую сегодня всех. Очень приятно видеть такую славную компанию. Ребята, у меня немножко проблемы с горлом, поэтому простите, если буду немножко заикаться. Буду приготовила воду и постараюсь, чтобы всё было прекрасно. Друзья, будет очень здорово, если вы всё-таки камеры включите, потому что общаться как-то с чёрным зеркалом не очень. Вот я Дашу вижу, мне очень приятно. И все, пожалуйста, по возможности включайте камеры, будем знакомиться. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Я для вас приготовила небольшую презентацию. Так, сейчас... Скажите мне, пожалуйста, видно? Получилось? Транслируется презентация? Пока не вижу. Пока не видно. Так, сейчас минуту. Я справлюсь с техническими трудностями. О, супер! Всё должно появиться. Есть? Да, да. Демонстрация экрана. Отлично, отлично. Друзья, ну что, я предлагаю, прежде чем начать познакомиться, предлагаю общаться посредством чата. Есть такая замечательная возможность. Напишите, пожалуйста, своё имя, вашу специальность, где вы обучаетесь, чем вы занимаетесь, и знакомы вы ли с Россельхозбанком. Вот прям такие три короткие ответы жду от вас прямо сейчас в чате. Друзья, давайте попробуем поактивнее. Ага, вот я уже вижу. Ниевы шеф, финансы. Что такое 2000 год? Информатика, вычислительная техника. Вижу, кто-то здесь, Татьяна, пишет. Угу. А, 2000 год, когда началась история Россельхозбанка. Ага, вижу. Здравствуйте, Валерия. МГСХА Тимирязевка, агрономия. Отлично. Кто ещё с нами? Угу. Я надеюсь, что все пишут, да, и поэтому с небольшим опозданием ответы к нам всё-таки дойдут. Спасибо всем тем, кто активно знакомится с нами. Угу. Пока вы отвечаете. Да, у вас на слайде уже появился вопрос, когда началась история Россельхозбанка. И, о, Ирина, экономический факультет, про банк, конечно, знаем. Если не секрет, откуда знаете, поделитесь. А я пока продолжу. Когда началась история Россельхозбанка? И вот сейчас здесь все те, кто уже написали про себя, где вы обучаетесь, ваше имя, вот напишите, пожалуйста, сделайте ставки. Когда же всё-таки началась история Россельхозбанка? Угу. Я внимательно смотрю за вашими ответами. Так, тут перелистываю, мышка у меня скачет. Угу. Вот только одна была сделана ставка Владимиром в 2000 год. Добрый день. Со всеми здороваюсь. Ага. Поддержим Владимира. Ну, попробуйте сделать свои ставки. Когда же всё-таки началась история Россельхозбанка? В Российской империи. Угу. Попробуйте прямо цифру года написать. Какой это был год? Если это в Российской империи, то когда это было? Угу. Ставок больше нет, да? 1900-й. Угу. Отлично. Ещё какие есть варианты? 2000-й. Угу. Ага. 1890-й. О, здорово. К нам ещё кто-то присоединяется. Ага. Ну что, господа, ставки все сделаны. Ставок больше нет. И сейчас я вам расскажу немного из истории нашего банка. В какие же годы, в какой год угадали? Вы не угадали? Сейчас мы посмотрим. 1885-й. Угу. Ну что, друзья, открываю карты. Открываю карты. Смотрите. Это, да, действительно, очень близко была Светлана, Катерина и все те, кто сказал, что почти угадали. Да-да-да. 1882-й год и 1885-й годы. Что же это были за годы? Именно в эти годы началась история первого упоминания сельскохозяйственного банка. Вы абсолютно правы про современный банк. Те, кто написал 2000-й год, в 2000-м году был создан современный Россельхозбанк, да. И сейчас еще вот прям буквально несколько вопросов, чтобы мне вот прям точно знать, а насколько вы знаете или близки к этой истории Россельхозбанка. Посмотрите, пожалуйста, я предлагаю вам три варианта вопроса. Россельхозбанк сегодня, простите, создан для развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса из сельских территорий РФ. Второе входит в пятерку крупнейших российских банков и имеет 50% государственного капитала. Ребята, здесь из трех вариантов вопросов один вопрос неверный, а два правильных. Как думаете, какие? Напишите прямо цифры ответов, которые вы считаете правильными. Первый, второй, третий, второй, третий, первый, третий. Напишите и посмотрим, кто из вас будет ближе всего. Первый, второй, первый, второй, третий, первый, третий, второй, третий. Делайте ставки, делайте. Сейчас мы с вами узнаем, кто же все-таки выиграет в этом нашем с вами мини-баттле и кто подготовился и чуть-чуть что-то знает про историю Россельхозбанка. Угу. Ну что, все, наверное, написали. Ребята, и здесь правильные ответы первый и третий. Что здесь у нас с вами на самом деле? Наш Россельхозбанк имеет 100% государственного капитала. И, конечно, те, кто написали первый и второй ответы, были абсолютно точны в этом. Друзья, смотрите. И вот сейчас я приготовила для вас на слайде, напишите в чате, видно вам или нет, небольшую такую историю создания Россельхозбанка. История началась в 1882-1885 году, когда еще в Царской империи были созданы два государственных поземельных банка. Один для крестьян, а один для дворян. Эти банки были призваны помочь сельскому хозяйству, а именно кредитованию населения для того, чтобы максимально землеустроить и благородить Российскую империю. Далее упоминание было в 1988 году, когда разделилась филиальная сеть Госбанка СССР, и по всей стране появилась сеть Агропромбанка. Отделений было достаточно много, более 3,5 тысяч отделений по территории Советского Союза, а по Российской Федерации около 1800. В 1991 году был создан Россельхозбанк, именно с таким названием Россельхозбанк, с региональной сетью около 1300 филиалов по Российской Федерации. Далее он просуществовал совсем недолго, и через три года был преобразован в Агропромбанк. В 1996 году, если вы знаете банковскую историю, банковскую систему, было очень много различных преобразований, переименований, и в 1996 году название банка изменилось на СБС Агро. И только в 2000 году был воссоздан Россельхозбанк со стопроцентным государственным капиталом. Управление осуществляется от акционера федерального агентства по управлению государственным имуществом. Банк в 2000 году был создан по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и с того времени развивается и живет вот именно как Россельхозбанк. Если вы заметили, да, то вот у нас в логотипе нашей презентации есть прям такая цифра, да, такой логан. 21 год вместе и меняемся в ногу со временем, меняемся в лучшую сторону, движемся вперед. Буквально несколько для вас хочу рассказать моментов, касающихся направлений деятельности Россельхозбанка. Конечно, как вы понимаете, поскольку в самом названии у нас есть слово «сельское хозяйство», то и основным клиентским сегментом является, конечно, сельское хозяйство. Это животноводство, растеневодство, это поддержка различных сельских территорий, поселений, малых, средних городов. Сюда, конечно, в целевой сегмент нашего банка относятся и клиентские сегменты в смежных областях. Это лесопромышленный комплекс, рыбохозяйственный комплекс и различные отрасли АПК. Вот вы, наверное, должны законно задать вопрос, а что же мы делаем в Москве, как крупном городе агломерации. Да, мы поддерживаем прочие отрасли, не связанные с АПК, с рыбохозяйственным комплексом. И, соответственно, Москва, как крупнейший город агломерации, поддерживает всю остальную банковскую систему. Мы предлагаем клиентам все продукты банковские, а у нас их достаточно много, но об этом поговорим чуть позднее. Ребят, давно мы с вами тут не переписывались. Активность в чате совсем-совсем практически угасла, да? Видно, слышно, это прекрасно. А попробуйте сейчас угадать, сколько филиалов и офисов в Россельхозбанке сегодня. Я вот для вас здесь приготовила карту Российской Федерации. Попробуйте вот прямо написать цифру, сколько филиалов и сколько офисов в Россельхозбанке сегодня. Ага, я вижу, первые ответы пошли. 200, 77 офисов и 1300 филиалов. 83, 100. Вот сейчас можно делать. Кто-то гуглит. Ну, это же прекрасно. Кто-то гуглит, это тоже хорошо. Я всегда говорю, гугл нам в помощь. И замечательно, когда есть. У нас с вами все ресурсы, чтобы посмотреть где-то информацию. Угу. Да-да-да, давайте еще. Кто будет ближе, вот прям кто будет максимально близок к тем ответам, которые на самом деле являются правдой? Предполагайте. Угу. Ответы закончились, и активность в чате пропала. Наверное, всему виной интернет, да, он у всех разный, и, наверное, подвязает периодически. Угу. Ну, хорошо. Хорошо, тогда около тысячи. Угу. Ребята, смотрите, конечно, здесь на слайде такой вопрос с подвохом, да, сколько филиалов и офисов в РСХБ сегодня. Филиал – это большая территориальная, ну, так скажем, объединенная какая-то организация, да, скажем, региональный филиал – это некий регион, который объединяет в себе офисы. Региональные филиалы, офисы – это, конечно, будут разные цифры. И смотрите, я сейчас для вас дальше открою слайд. Вот, смотрите, ребята, РСХБ сегодня – это, ну, во-первых, это 82 субъекта Российской Федерации. Наш банк представлен практически в каждом субъекте России. У нас 66 региональных филиалов, около 1400 операционных офисов и более 32 тысяч работающих сотрудников. Представляете, какая большая достаточно сеть впечатляющая по Росельхозбанку. Но это еще не все. Мы имеем представительство за рубежом. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан, КНР. И там у нас тоже есть свои офисы Росельхозбанка. Так, что у нас в чате? Активности никакой нет. Хорошо, и мы тогда двигаемся, ребята, с вами дальше. Ну, конечно, я, как представитель московского филиала РСХБ, который называется у нас «Центр розничного и малого бизнеса». Не могу оставить без внимания свой филиал. И буквально несколько слов расскажу вам о своем филиале. Наш филиал признан самым динамичным региональным филиалом по развитию новых офисов. Посмотрите, у нас есть вот прямо такая замечательная цифра. Мы, кстати, созданы в 2005 году. В 2019 году у нас было уже 55 офисов, в прошлом году у нас было 65 офисов, а в этом году мы планируем прирасти на плюс 17 офисов. Представляете, наша сеть растет, мы постоянно открываемся, ищем новые помещения, и, соответственно, наши услуги будут оказаны как можно большему числу населения, в том числе в Москве и Московской области. Ребят, вот я вам рассказала чуть-чуть про наш филиал, чуть-чуть про Россельхозбанк. А скажите, пожалуйста, ведь вы все не просто так обучаетесь, наверное, да, и планируете куда-то трудоустраиваться, искать какую-то работу, а может быть кто-то из вас уже работает. Вот мне было бы интересно от вас узнать, а что для вас является приоритетно важным, когда вы устраиваетесь уже сейчас или будете устраиваться на работу. Напишите, пожалуйста. Зарплата, задачи бренд-компании, коллектив задачи, офис, условия работы, заработная плата, возможность карьерного роста, профессиональный рост, возможность строить свой график. Да, удаленная работа уже прочно вошла в нашу с вами жизнь. Что еще? Ребят, что еще? Горизонтальные связи в коллективе. Вы, наверное, имеете какую-то карьерное, да, горизонтальное перемещение. Возможности для развития. Очень интересно, что еще для вас является важным? ДМС. Да, сейчас это актуально. Да, ребят, на самом деле, очень классные у вас ответы. И я объединила все возможные ответы тех людей, которые у нас уже работают, и тех, кто приходит к нам на работу. Посмотрите, конечно, для всех людей очень важным являются социальные гарантии. Это и оплата больничного листа и так далее. Для кого-то очень важным моментом является близость к дому. То есть люди хотят как можно меньше времени тратить на дорогу. Получение какого-то опыта. К сожалению, опечатка здесь у нас. Трудоустройство по специальности. Кто-то считает, что раз он учился по определенной специальности, то и есть смысл трудоустраиваться. Возможность сделать карьерный рост. Наличие дополнительных бонусов. Корпоративная программа. Да, на самом деле, все эти важные моменты есть и у нас в нашей организации. Смотрите, я для вас приготовила небольшой социальный атлас. На самом деле, он у нас в несколько раз шире и больше. Что такое социальный атлас? Это определенная программа для работников. В социальный атлас у нас включается личное страхование работников. И страхование здесь имеет достаточно много видов. Это ДМС работников, ДМС родственников, ОМС работников. Сейчас мы делаем тесты за счет тоже организации. Это страхование от несчастных случаев. У нас каждый человек с первого дня, который приходит к нам на работу, он абсолютно сразу застрахован от несчастных случаев на определенную сумму денег. Это оформление польсов для выездов за границу. Есть еще, конечно, корпоративные льготы. Их у нас очень много. Вот буквально несколько вам расскажу. Это нотариально-юридическая поддержка, это эмоциональное благополучие. Есть у нас свои психологи, поддержка психологов. Льготные страховые продукты, культурные экскурсионные мероприятия, детские лагеря для детей-работников, дома отдыха, санатории, отели. Для работников есть определенные скидки от 15 и выше процентов. Есть, конечно, корпоративная пенсионная программа. Это далеко не полный перечень всех тех бонусов и вкусностей для работников, которые работают в нашей организации. Вот эти все фотографии, которые здесь представлены, это абсолютно все наши фотографии, которые были сделаны на каких-либо выездах, на проведении каких-то экскурсий, мероприятий. В том числе много спортивных мероприятий проводилось до пандемии. Сейчас, конечно, больше проводится онлайн, но я надеюсь, что так будет не всегда, и мы все вернемся с вами к живому офлайн-общению, и все мероприятия будут проводиться, конечно, в офлайн-формате. Так, что у нас, кто тут что-то мне пишет? Я хочу еще посмотреть. У банка больше частных клиентов или корпоративных? Вы знаете, конечно, наверное, больше физических лиц, это да, но здесь, понимаете, здесь нельзя делить, ведь вы же понимаете, что вклад клиентов будет разный. У нас есть и корпоративные клиенты, есть и частные клиенты, физические лица, и работаем мы и с теми, и с другими. Друзья, еще для вас хотела рассказать такую информацию, что же мы делаем в банке со всеми возрастами. Вот я, когда готовилась к этому нашему с вами мероприятию, да, я прямо прописала такой слайд, что у нас банк для всех. Мы начинаем работать со студентами, проводим различные дни карьеры, у нас есть стипендиальная программа для четырех вузов Министерства сельского хозяйства. Мы организовываем постоянно практику и стажировки. Так, например, вот за эти несколько месяцев в этом году практику у нас прошли и проходят около 150 человек. Для такого небольшого регионального филиала, как наш, это достаточно большая цифра, большой объем студентов. Есть возможность попробовать себя в разных ролях, присмотреть для себя какую-то работу. Кроме молодежи, мы еще очень много делаем для людей возрастных и организовываем для пенсионеров различные мероприятия. И еще, знаете, самый главный момент, у нас нет ограничений по возрасту. Мы берем абсолютно всех, и для нас в первую очередь важен не возраст и какие-то возрастные ограничения, а навыки, компетенции, которыми человек обладает. Для нас это первично. Хочу посмотреть, что вы пишете. А какие есть возможности для молодых специалистов? Я выпускница Тимиряевски, кем я могу работать в РСХП? А на ферму можно съездить в рамках стажировки? Как вы поддерживаете фермеров? Сразу столько вопросов. Смотрите, давайте начну с последнего. Фермеров мы, конечно, поддерживаем, и для работников организовываем разные экскурсии, например, на сыроварню, на какие-то сельские фермерства, в том числе, с кем у нас заключены сотрудничества, договор есть, обслуживание и так далее. В части того, как можно попасть к нам в банк молодым специалистам, чуть позже об этом расскажу. Вот как раз мы перешли плавно с вами к этому вопросу. Можно ли сделать карьеру в РСХБ? А как вы считаете, можно ли сделать карьеру в РСХБ? Давайте будем общаться пока посредством чата. И вопрос для вас. Как вы считаете, можно ли сделать карьеру в РСХБ? Да. Если да, то какую карьеру вы хотели бы сделать? Везде можно. Да, на самом деле, конечно, карьеру сделать можно везде. И у нас для этого есть все возможности. У нас существует своя карьерная лестница. Я сделала для вас вот совсем маленький кусочек для того, чтобы это было наглядно. У нас есть карьерная лестница практически для всех должностей. Для этого нужно, ну, во-первых, начать с самой, наверное, так скажем, самой первой ступени, чтобы попасть к нам в банк, можно устроиться администратором зала, далее перейти на ведущего менеджера-операциониста, далее вот я вам прямо написала, видите, голубая ступенечка, три разные должности, это абсолютно разные должности, в части обслуживания клиентов, в части различных компетенций, работы с программами в том числе, можно попробовать себя в разных трех направлениях и далее уже по определенной ветке попасть либо в какой-то отдел, как сотрудник отдела, в аппарат банка, либо дорасти даже до управляющего. Все это реально, сейчас мы как раз очень приветствуем своих внутренних кандидатов, которых рассматриваем на управляющих офисами, то есть растим свои управленческие кадры и видим в этом очень много плюсов, очень много положительных моментов, потому что, когда человек проходит всю дорогу, весь путь от нуля, там, скажем, и делает карьеру, то опыт, знания и вовлеченность такого работника, она, конечно, очень сильно высока и такие кадры, они, наверное, наиболее ценные для нас, у нас в Росрехосбанке. Я ответила, ребята, на вопросы про карьеру, напишите мне, пожалуйста. Обязательно начать с инфратора? Нет, не обязательно, но вот это вот тот путь, который я вам прописала, можно начинать и с ведущего менеджера, операциониста, можно попробовать и в отдел, все зависит от того наличия вакансий, которые есть в тот момент, когда вы приходите. то есть здесь вариантов много и все зависит вот именно от момента, наверное, попадания, от того, что вы хотите, от того, что вы можете дать банку, насколько вы готовы двигаться и, соответственно, узнавать все про должности. Ребята, про карьеру все понятно? Напишите, пожалуйста. Я пока двигаюсь дальше. Да, понятно, отлично. Ребята, смотрите, буквально мы с вами не можем не остановиться на этом интересном моменте. у каждого банка свои продукты и услуги. И вот сейчас давайте поиграем в ставки. Одна из моих любимых игр. Сделайте ставки. Как вы считаете, какое количество продуктов наш банк предлагает своим клиентам? Вот прям попробуйте угадать. Этой цифры точно нет нигде, ни в интернете, нигде, поэтому загуглить это невозможно. Просто попробуйте угадать. Сделайте ставки. Кто же окажется у нас с вами ближе всех? Что можно считать продуктом? А вот давайте хороший вопрос. А что можно считать банковским продуктом и услугами банка? Да, в том числе. А еще? Кредиты, да. Кредиты, депозиты. Угу. Ну и основные три, в том числе и облигации могут быть. Насколько детализировано. Нет, мы сейчас прям с вами вот прям в общем. Да, конечно, все банковские продукты условно с вами возьмем. Кредиты, депозиты и карты. И вот прям попробуйте предположить, какое количество таких продуктов есть у нас на сегодняшний день. двадцать. Угу. Семьдесят. Угу. Тридцать пять. Ага. Пятьдесят. Угу. Кто больше? Сорок пять. Да. Угу. Ну что, ставки сделаны? Ставок больше нет? Ставок больше нет? Ага, вижу, что сделали все ставки. Отлично. Ну что, вскрываем тогда карты, да? Друзья, смотрите, не угадали вы максимальную цифру на данный... О, сто. На данный момент у нас в банке восемьдесят девять различных продуктов и услуг. Вариантов очень много разных, очень много отличается по условиям и по всему, по всему. И, да, если очень вот прям утрированно и коротко, то банковские продукты, вклады, кредиты и карты. Как в них можно разобраться? Разобраться? Разобраться можно, если, например, вы работаете в Росельхозбанке, конечно, для вас это будет понятная история. Если вы хотите что-то узнать и являетесь клиентом банка, то вы можете прийти и, соответственно, спросить отличия, да, каких-то вещей. Все работники обязательно вам расскажут про все моменты, про нюансы. Очень, очень, очень грамотно и обязательно подберете для себя продукт, который именно в данный момент вам больше всего будет подходящим. Ребят, и вот есть еще один продукт, которым я хотела с вами поделиться. Знаете ли вы уникальный продукт, который есть только для клиентов Росельхозбанка? Пока даже не буду намекать вам, что это за продукт. Может быть, кто-то из вас пользуется, а может быть, вы слышали об этом. Смотрю вот в чате, что тоже. Ага, так много, да, нет, не знаете. Ага. Ну вот, попробую еще подождать, может быть, есть какие-то предположения про уникальный продукт, который есть только в Росельхозбанке. Ага. Жду буквально одну минутку и расскажу, ну, или заинтригую вас точно этим продуктом, потому что современная молодежь, она, не знаем, очень интересно побольше о карьере узнать. Хорошо, сейчас спросите, расскажу побольше о карьере. Угу. Хорошо, смотрите, у нас есть такой замечательный продукт. Я, кстати, очень горжусь, у меня тоже есть такой продукт. Это платежное кольцо. Оно одевается на руку и этим кольцом можно рассчитаться как картой в любом месте, там, где есть терминал. Знаете, как здорово, да? И вот это платежное кольцо есть только, только у нашего банка. Угу. Не знали об этом? Угу. Отлично. Ну что, друзья, я закончила свою короткую презентацию. Так, смотрю, что вы мне здесь пишите в чате. Какие есть стажерские программы? Как в метро? Не совсем как в метро, у нас все-таки это как карта, именно как дебетовая карта привязана. Там кольцо только для прохода, а здесь вы кольцо можете рассчитываться, пополнять, снимать, в том числе, то есть как любой Pay, Apple Pay, Samsung Pay, да, то есть прям как карта, кольцо как карта. Угу. Друзья, я закончила свою презентацию, рассказала вам вот прям на свой взгляд какие-то интересные моменты, вещи. Что касается стажерских программ, стажерские программы для нашего регионального филиала, наверное, возможны только в части практики, когда вы приходите к нам на практику, если вы обучаетесь в каком-то учебном заведении и уже можете попробовать в разных направлениях, например, с клиентами себя попробовать или не знаю, с какими-то наоборот аналитическими программами и так далее. Стажерский что вы подразумеваете под стажерскими программами? Напишите, пожалуйста. Интересный способ сделать предложение руки и сердца. Да, для кольца да, интересный способ. Друзья, давайте с вами тогда сейчас подумаем, как мы с вами построим дальнейшее наше с вами взаимодействие. Может быть, кто-то будет задавать вопрос прямо голосом и голосом будем отвечать. Какие-то комплексные программы адаптации молодых специалистов. Смотрите, у нас для всех специалистов есть программа адаптации. В любом случае у нас для каждого вновь назначенного сотрудника назначается наставник на период испытательного срока. Полностью разработана программа, что делает наставник с новичком, он его полностью сопровождает, составляет вместе с ним план развития, по этому плану двигается и наставники назначаются из числа опытных сотрудников. Не всегда это значит, что это возрастные, совсем нет. Опытные это значит, что человек уже в данной роли проработал какое-то время, условно, скажем, год. Какой срок плана развития? План развития на время испытательного срока, обычно это три месяца. Нужно ли экономическое образование? Вы знаете, мы рассматриваем ребят с разным конечно образованием, предпочтение отдаем, в том числе экономическому образованию, если рассматриваем на какие-то определенные профили должностей. Если вы начинаете с позиции на которые мы, например, берем ведущий менеджер, операционист или администратор зала, не всегда обязательно нужно экономическое образование. Каким должно быть минимальное количество рабочих часов на старте карьеры? Не понимаю вопрос. Что значит минимальное количество рабочих часов на старте карьеры? Мы берем в том числе и без опыта, если вы про это. Совсем прям без трудовое, без всего, и уже обучаем на месте всех тех специалистов, которые пришли к нам абсолютно без какого-либо опыта работы. Сколько часов в неделю нужно работать? 40 часов, это стандарт. если вы являетесь студентом и учитесь на дневном или каком-то образовании, то мы можем поговорить с вашим учебным заведением и под вас скорректировать программу по часам, если вы это имеете в виду. Следующий вопрос. Есть ли дополнительное обучение внутри? Да, конечно, у нас очень большое корпоративное обучение, у нас вы можете обучаться самостоятельно, есть возможность у каждого работника доступа на учебный портал, где вы можете себе назначать курсы по любым интересующим вас темам. Сейчас огромное количество курсов, вебинаров сделано в онлайне и все, абсолютно все, независимо от стажа, опыта и так далее, работники обучаются и пользуются этими обучающими программами и всеми курсами, которые есть как возможности для нас, для всех. Да, еще вопросы? Кто-то включает микрофон, хочет нам задать вопрос, давайте, вот прям с удовольствием. Ребята, напишите, пожалуйста, обратную связь или расскажите, что получили, на какие вопросы получили ответы, не получили, чтобы можно было еще что-то скорректировать и дать вам какую-то максимально полезную или интересную информацию. Можно ли самостоятельно выбрать офис для работы? Очень интересный вопрос. Смотрите, что значит самостоятельно выбрать офис для работы? Когда вы обращаетесь к нам и мы подбираем для вас место работы, в любом случае вам предлагают варианты максимально, допустим, скажем, близкие к вашему дому, где вы живете, либо имеющиеся на данный момент. Понимаете? То есть наличие вакансий это такое достаточно гибкое и плавающее событие, и в каждый момент нужно смотреть по ситуации, что есть на сегодня и что вам могут предложить исходя из ваших компетенций, желаний и так далее. Ответила на ваши вопросы, Лена? Отлично. Ребята, какие еще есть у вас вопросы? Спасибо за ответы, отлично. Даша, ну что, как у нас вообще с таймингом? Укладываемся? Да, мы идеально идем по таймингу, мы как раз укладываемся в 50-60 минут, как обычно идут наши мероприятия. Так что здесь спасибо вам большое за интерактив. Отлично. У нас еще продолжаются вопросы. Екатерина спрашивает, какая у вас стартовая зарплата? Екатерина, смотрите, стартовая зарплата у нас у администратора зала, это вот самая низшая ступень, про которую я говорила, 35 тысяч рублей, но в том числе есть еще стартовая позиция, как ведущий менеджер-операционист, и там зарплата 50 тысяч рублей, а клад без учета соответственно вычета налога. смотрите, для бизнес-должностей есть возможность зарабатывать дополнительный доход, то есть, соответственно, если вы выполняете все планы, которые устанавливаются перед вами по продаже банковских продуктов и услуг, то вы имеете возможность тем самым влиять на свой доход, и соответственно получать уже дополнительный бонус. Сейчас нет никакого смысла говорить про те деньги, которые здесь возможны, это все в любом случае обсуждается тогда, когда вы уже начинаете работать и понимаете, как вы можете влиять на свой доход. Такая возможность тем не менее есть. Спасибо за вопрос. Спасибо вам большое за участие, за ваши активные вопросы. Очень приятно было с вами, интересно было угадывать. Да, игры, конечно, это же всегда здорово. Что-то есть еще, что осталось неосвещенным или какие-то моменты, на которые я не ответила или, может быть, не очень понятно ответила? Как с вами связаться? Разрешите я тогда отвечу на этот вопрос? Друзья, так как Россельхозбанк наш партнер, партнер нашей Олимпиады, то все вакансии, как экономические, так и IT-вакансии, будут размещены на нашем карьерном портале. С 7 июня мы открываемся и до 1 декабря у вас будет возможность найти вакансии Россельхозбанка на нашем сайте, откликнуться менеджеры Олимпиады посмотрят ваше резюме и передадут в банк. Так что здесь мы всегда будем с вами на связи, так что Кира, вы можете написать нам и также откликаться через наш карьерный портал. Кажется, на этом наши вопросы закончились. Я еще раз хочу вас поблагодарить за этот эфир. Когда откроется портал, как я говорю, 7 июня, ждите рассылку, вся информация будет у вас в почте и в социальных сетях. А я еще раз хочу поблагодарить нашего замечательного спикера и будем с вами на связи. Всего хорошего и карьерных вам успехов. Пока-пока. Ребята, всем до свидания. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Я предполагаю, что мы можем завершать эфир. Спасибо. Спасибо всем участникам. Субтитры создавал DimaTorzok